В 1920 году Грузия предприняла шаги, чтобы реализовать свою давнюю историческую мечту – уничтожить осетинский народ. Они вынуждали осетин покидать родные села, грабили и убивали. Многие тогда приняли решение во что бы то ни стало добраться до Северной Осетии и спасти жизнь близким. Среди них семья Келихсаевых из селения Кверниц Хинвальского района. Об истории семи, которых заставили покинуть родную землю, вспоминает Заур Ванев. Его матери Анне Келихсаевой на тот момент было 13 лет. Она воспитывалась многодетной семьи. Самому младшему было всего два года. Дед Заура принял решение уехать на север Осетии. Мама Заура часто вспоминала, как по дороге они подверглись преследованию и вынужденно оставили в лесу двухлетнего ребёнка. Преодолев долгий и нелёгкий путь, семья Келихсаевых добралась до селения Кадгарун Северной Осетии. Там они обустроились, жили бедно, но больше всего они хотели вернуться обратно в родной дом. Мама Заура часто рассказывала ещё одну историю. Она своими глазами видела тело умершей женщины, которая бросилась в реку, чтобы не попасться в руки грузина. Позже в поэме «Салим» от Харитум Плеев изобразит подлинные события 1920 года. В основу сюжета легла именно эта история о сильной осетинке. Плеев изобразит подлинные события. Пляже с тем, кто переживает. И это в молодёжном состоянии. На Лико забрали, когда я иду в лесу. Это было с чем-то, а Hindi это было. Но им порой покрали. Возвращение к их университету. Сложницу, для меня эти три года в последние проблемы. И они пришли чуть-челом, чтобы чтобы им было два, кое-челом и сухой ушли. Я думаю, что-то летает. Но если мы сквчем кафе, мы всё-челом. Спустя год, как вспоминает Заур Ване, в семье его матери удалось вернуться в Южную Осетию. Их дом, как и десятки других, в селе Куэрнет был сожжен. Имущество и скот разграблены. Но они заново начали строить свою жизнь, по крупинкам собирая имущество. Восстановив дом, они были безмерно рады тому, что вновь вернулись в родное село. Анжела Кокоева, Алим Бетев, Регина Черткоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск «Сегодня».